Праздник объятий появился в Западной Европе в 70-х, как национальный день объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. Доподлинно уже неизвестно, кому пришла идея такого тесного праздника, но считается, что его инициаторами стали студенты. Согласно традиции праздника, заключить дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Катя праздник объятий отмечает впервые, но впечатления от него у неё остались самые хорошие. Люди становятся на мгновение добрее, то есть делятся теплотой, делятся радостью, делятся частичкой собой. Наверное, так. Существуют и научные обоснования полезности объятий. Они повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона – окситоцина, гормона счастья. Объятие – источник защиты от стресса. Во время объятия люди обмениваются душевным теплом. Правда, обниматься при этом нужно не менее 20 секунд, и тогда хорошее настроение вам обеспечено. Да мои красавицы! В оригинале день объятий – это целых два праздника. Национальный день объятий празднуется 21 января, а 4 декабря отмечается Международный день объятий. Так что уже через полтора месяца можно будет снова празднично обнимать друзей, знакомых и даже случайных прохожих. Юлия Искевич, Осет Кундагбаев, телеканал ОМАТЭ.